Богородица 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 Скорая помощница, теплая заступница Заступи, спаси и помилуй 1395 год Несметные полчища Тамерлана подступали к Москве Уже разорена рязанская земля, пал елец Князь московский Василий Дмитриевич спешно собирает ополчение И посылает войско под колом Но сил у защитников столицы явно недостаточно По призыву митрополита Киприана Московский люд постится и усердно молится А 26 августа из Владимира с почестями Доставляет чудотворную икону Богородицы Эта икона была отпущена из Владимира в Москву Куда была принесена 26 августа 1395 года И торжественно встречена москвичами И духовенством во главе с митрополитом И источники, которые рассказывают о нашествии Тамерлана Говорят о том, что в это же самое время Совершенно неожиданно, без каких-то видимых причин Тамерлан, или Тимираксаб, как его называли Изменил свои намерения и внезапно отступил Из пределов русской земли Однако в летописях также сказано, что причины у забоевателя были Приснился хану пророческий сон, будто выступило против него Непобедимое воинство А во главе величавая жена в багряных ризах Небесная заступница христиан И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы На месте же встречи с Ретиной Чудотворного образа на Кучковом поле Заложен был Сретенский монастырь, стоящий поры С той поры образ Богоматери Владимирской Стал священным палладиумом русского войска А день 26 августа – большим церковным праздником В память об этом знаменательном событии Палладиум – это вообще слово античного происхождения Оно связано с существовавшей в глубокой древности Традиции почитания чудотворящих образов античных богов В частности, образов богини Афины Паллады Наименование потом было перенесено и на чудотворные образы христианские В частности, вот так иногда называют Владимирскую икону Богоматери Действительно, на нее уповали как на тот образ Который выражает идею покровительства Богородицы Русской земле, русскому царю, ну и самому русскому войску После бегства Тамерлана икона с благодарностью была возвращена Владимирцам Но вскоре им вновь пришлось проводить ее в Первопрестольную А во Владимир в утешение осиротелым прихожанам Была послана копия с чудотворного образа Которую приписывали кисти Андрея Рублева По словам летописца, Владимирцы не могли отличить ее от подлинника И подарком, будто бы, остались весьма довольны Избавление в 1521 году от нашествия на Москву хана Махмед Гирея Который принял звуки богослужения в Кремле за многочисленное войско Еще одно чудо, содеянное Владимирской святыней С Богоматерью Владимирской народ шел крестным ходом в Новодевичий монастырь Звать на царство Бориса Гутунова В 1613 году митрополит Арсений встречал с нею ополчение Минина и Пожарского Освободившее Кремль от польских оккупантов В летописях и преданиях сказано, что икона лечила и исцеляла Помогала и бедным, и богатым в их праведных заботах и нужде Образ ее повсеместно был любим и почитаем Для каждого из нас икона является собой нечто очень индивидуальное Для одного, скажем, это просто художественный образ Который когда-то написан кем-то в память о святом или о событии каком-то Для некоторых это окно в иной мир Когда человек смотрит и видит этот мир через эту икону Этот мир входит в его душу, в его сердце И вот если человек намеет веру в своем сердце Для него это уже откровение Это беседа с богом через икону Иногда икона самая простая Она являет собой чудотворное действие для тех, кто с верой протекает к ней На протяжении всей русской истории верующий люд постоянно обращался к заступничеству богоматери через ее иконные образа Одних чудотворных богородичных икон, литургически празднованных, около 160 И первая среди них по времени и по почитанию Владимирской богоматери Я не ошибусь, если скажу, что это самая главная наша русская святыня В далекие времена, в начале 12 века, точной даты мы не знаем Она была перенесена на Русь во времена еще князя Юрия Долгорукого И она была установлена в городе Владимире в Успенском соборе Отсюда и ее название Правильное же название ее по-гречески звучит как богоматерь Иллиуса В дословном переводе с греческого Иллиуса означает «милующее» Но поэтика нашего языка, наше русское отношение к этим образом было несколько иным У нас на Руси вот такие образы получили название «умиление» Не «милующее», а «умиление» Потому что вот это их ласкание, видите, младенец прильнул к богоматери Он ручкой обнял ее за шейку Она показывает левой рукой на младенца, правой ручкой она его держит Вместе они вот складываются в такой удивительно мощный силуэт Объединенный лаской матери и младенца Когда впервые подходишь к образу и зришь его равнодушным мирским взором То взгляд Богородицы печальный и скорбно суровый Скользит поверх твоей головы, не касаясь тебя Но вот слова молитвы смягчают ее взор И начинаешь ощущать, что причистая Смотрит уже прямо на тебя проникновенное тепло И как мать умиляется, созерцая своего сына Так умиление свое она переносит и на нас Это чудо просветления и восхищения души По преданию, икона Богоматери написана евангелистом Лукой Прямо на доске от стола, за которым трапезовало святое семейство Лик Марии настолько жизненно убедителен, словно выполнен с натуры Но по всей видимости, эти сведения нельзя воспринимать буквально И столешницы в безлесной Палестине из дерева не делали И манера письма относится, скорее всего, к более позднему византийскому периоду Но, как пишет выдающийся русский иконописец и богослов Леонид Успенский Иконы приписываются евангелисту не в том смысле, что они написаны его рукой Авторство святого Луки нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками С икон, написанных когда-то евангелистом Они носят апостольский характер и обличены апостольским авторитетом Сейчас икона Владимирской Богоматери находится в храме святителя Николая в Толмачах На территории государственной Третьяковской галереи Для нее по самым современным технологиям сооружен специальный киот В богослужебное время храм открыт для всех верующих Икона много совершала чудес С моей точки зрения не описаны нигде два вот таких действительно важных чуда От всей живописной поверхности сохранились лики Самое главное И второе чудо, которое совершила икона, о котором тоже никто никогда нигде не пишет Дело в том, что она, на мой взгляд, она и подобные памятники Привезенные и принесенные тогда на Русь, их было достаточно много Именно они сложили русского иконописца Потому что, глядя на эти образы, русский иконописец учился мастерству у того великого грека, который создал вот эти образы, эти лики божественные Не на троне, на ее руке Левой ручкой обнимая шею Взор во взор Щекой припав к щеке Неотступно требует Не имею Нет ни сил, ни слов на языке А она в тревоге и печали Через зыбь грядущего глядит В мировые рдеющие дали Где закат пожарами поет Технология изготовления иконы чрезвычайно проста и очень традиционная Она опирается на многивоковой опыт вообще искусства Основой любой иконы является доска Вот перед вами вот такая вот икона, например Видите, она составлена из нескольких, из двух досок Которые скрепляются между собой шпонками Вот эта вот шпонка Но это уже реставрационная шпонка Потому что эту икону очень сильно повело Это результат просто использования, может быть, сырого дерева Или какого-то некачественного материала Дальше лицевая часть иконы покрывается грунтовкой Грунтовкой, которая делается из клея Обычно животного происхождения В который добавляется мел Вот эта грунтовка покрывается Вся поверхность Она шлифуется И далее уже создается живопись Так что, как вы видите Ничего в этом, как бы, на первый взгляд Сложного нет Чаще всего иконы писали на досках из липы Первую прорисовку делали легким касанием мягкого угля из веток березы Вторую – черной или коричневой краской Затем в строгой последовательности наносили красочный слой Краски – темпер Минеральные красители на яичном желтке Нимбы святых и облачения украшали особо Тончайшими листками сусального золота Иногда золотили фун После окончательной прописи Икону покрывали натуральным масляным лаком Проалифливой Мастер подпись свою под работой не ставил Ведь Бог сам знает того, кто творит образ Икона скупа в изобразительных связках Ее тона – близкие, сочетающиеся по цвету Как говорили в старину Красота без пестроты К сожалению, олифы со временем темнеет Примерно через 80 лет после нанесения лака Пленка на иконе становится черной И почти полностью закрывает живопись Икона приходилось поновлять То есть поверх потемневшего живописного слоя Наносить свежий На древние иконы накладывали слой за слоем 1918 год До реставрации иконы Владимирской Божьей Матери Судить о ней, как о величайшем произведении искусства Было невозможно Богоборческая советская власть Сама того не ведая Воскресила православную святыню Коллективу реставраторов Во главе с академиком живописи Игорем Горбарем Было поручено заняться памятником старины Под наблюдением искусствоведов и историков С тщанием и усердием Раскрывал древний образ Потомственный палехский мастер Григорий Чириков И вот среди кровопролития и разрухи Произошло чудо Когда был снят с иконы Сковывающий ее, как панцирь, драгоценный оклад Когда из-под слоя копоти и поздних прописей Открылась первоначальная живопись Взору предстала вся ее совершенная художественная красота Ну конечно, вот Владимирская икона Вот все говорят, шедевр, шедевр Ну а что, собственно, шедевр? Что в ней такого удивительного? Ведь в реальности мы от этой иконы имеем два лика всего Все остальное это позднее внедрение Но вот эти два лика, тем не менее, они составляют основу этого некоего чуда Вообще, конечно, которое явлено в этом образе Художник, кажется, создавал форму одними нюансами цвета Несколько ударов красного в уголках глаз На линии носа и губах создают рельеф лица Лик младенца в светлой гамме Взгляд его открытый и радостный И кто умиляется мать сыном или сын матери Сказать трудно Видимо, таким исполненным религиозной тайной неземной красоты Увидел впервые богородичен лик князь Андрей Боголюбский В Вышегородской церкви близ Киева А попал образ туда в начале 12 века Среди прочих икон греческого письма из Византии Взял его князь Андрей, собираясь в Ростов Великое накнижение с собой И явлено было по дороге чудо У Владимира города встали кони, вешавшие икону, как в кобылой Знамение подавало предчистое, что вольной и остаться здесь Боголюбивый князь оставил икону во Владимире Поместив в Успенском златоверхом соборе С той поры стала она именоваться Владимирской А когда она оказалась в Москве, название своего не изменило Стал образ ее величайшей святыни нашего народа И обнаружил покровительство за всю землю русскую Когда мы приходим в православный храм И участвуем в молитве на православном богослужении То в один из моментов утренние мы слышим слова Которые говорит нам Святая Церковь Они говорят о том, что честнейшую Херувим И славнейшую без сравнения Серафим Без остления Бога Слова родшую Сущую Богородицу Тя величаем Пожалуй, ни одного храма нет в мире Христианского, не только православного Но и католические храмы все Где бы не было образа Божьей Матери Русская иконопись знает многочисленные варианты образа умиления Федоровской, Толкской, Донской Богоматери и других Но ни в одном из этих повторений При всем их прочем благолепии нет Пожалуй, той глубины мудрости и собранности ума Что запечатлены во Владимирском образе Вся история Владимирской Богоматери Это история почитания этого образа Это что значит? Что обязательно с нее создавались списки Два списка с этой иконы Первая икона – это Федоровская Богоматерь Известная Федоровская Богоматерь Которая занимает очень значимое место в истории России Ею благословен на царство Первый царь рода Романовых Михаил Федорович А второй список Вот так уж получилось Что он недавно относительно обнаружился В музее города Калязина Мы его буквально нашли, этот образ Он был расколот на несколько досок И икона была под записью И мы даже не подозревали, что это такое Честно говоря, когда мы ее брали в реставрацию Но здесь выяснилось, что эта икона очень древняя Вот в результате ее сложных работ с ее основой Ее раскрытия Открылся удивительный образ Который есть однозначно Список вот с той самой Владимирской Богоматери Второй половины XIII века Который повторяет ее первоначальную иконографию Икона Владимирской Божьей Матери была создана как двухсторонняя, выносная На ее обороте представлен престол За престолом восьмиконечный Голговский крест По его сторонам копье и трость с губкой В этом жертвенная связь скорбного образа Богоматери С изображением престола и орудиями страстей на обороте иконы Понимаете, она же знает, что ее невимый чистейший младенец Он будет распят за наши грехи Поэтому взгляд ее прямо на нас и направлен Он заглядывает нам в душу Родила тебя в пустыне я не зря Потому что нет в помине в ней царя В ней искать тебя напрасно В ней зимой стужи больше, чем пространство в ней самой Привыкай, сынок, к пустыне Под ногой, окромя нее, твердыни нет другой В ней судьба открыта взору за версту В ней легко узнаешь гору по кресту Понимаете, со мной происходит общение с Матерью Божией На уровне абсолютно родственном Вот как пришла я к самому близкому человеку Что я могу принести в своем сердце? Столько всего слез, вообще скорбей, нерадостей С кем могу поделиться? Только с ней родной Ей скажешь, утешит Даже глазами улыбнется С каждого лика, с любого Она во всех иконах Матери Божией Наша заступница, наша милостивая помощница Всему нашему роду человеческому Любим ее, просим ее Помогает, слышит Всегда Это чудо Это чудо 1941 год Страшной осенью этого года Изготовилась Москва к смертному бою И замерла в тревоге, не ведая, что ее ждет И прошел по осажденному городу слух Будто доставили владимирскую икону По приказу самого товарища Сталина На борт военного самолета И облетел тот самолет Столицу по кругу Вроде как крестный ход совершил Перешептывались верующие и неверующие Если уж сам отец народов бессилен То только матушка Богородица Спасет и сохранит 1993 год В октябре этого года Икона Божьей Матери Владимирской Последний раз покинула пределы Третьяковской галереи Страна начала разрываться на части Могла начаться Братоубийственная война По благословению Патриарха Всеруси Алексея II Работники Третьяковской галереи Передали на один день Икону Владимирской Божьей Матери В Елоховский кафедральный собор Для молебна Патриарх отслужил молебен И сотни людей стали на колени Моля святую заступницу Рода христианского Уберечь страну от гражданской войны И братоубийства Честно говоря, когда я пришла Девчонкой в галерею Я еще не знала, чем я займусь Но однажды я Увидела этот взгляд И все И он решил все в моей судьбе Я очень люблю Повторять уже не первый раз Говорю Я вот Сорок с лишним лет Работаю с ним С нею Считаюсь ее хранителем Но на самом-то деле Не я ее Она меня всю жизнь хранит И она меня Мною руководит Вознесенная в мир божественный Всегда она остается связанной С простыми людьми По-матерински переживающей И заступающейся за них Защищает она от земных скорбей И вражьих сил Милует И благословляет Ныне и присно И вовеки Вечные Субтитры подогнал «Симон»